Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в рамках библионосии 2015 у нас будет проходить презентация сборника Николая Карпова «Уминуты знакомства». Николай, тебе слово. Поприветствую. Добрый вечер. Значит, я рад сегодня вас познакомить с этим сборником страхов. Что хочу о нем сказать. Во-первых, он сибиряк, потому что издан он в Омске. Я надеюсь, его здоровье будет таким же по-сибирски крепким и долголетним. Значит, издан в Омске, а создавался здесь, в Саранске. О чем этот сборник стихов? Этот сборник стихов о нашей с вами общей жизни и о моей частной жизни, и о моем взгляде из этой частной жизни в общую. Конечно, я пишу о том, что меня волнует, что меня интересует. И в этих стихах то, что я хочу сказать. Ну и я начну со стихотворения, которое открывает этот сборник. Оно называется «Похоже, весна настала». Похоже, весна настала. Усталость с плеча упала. Я жив. Впрочем, как и прежде, но только сильнее надежда, но только сильнее вера на скользком обледенелом. И я молю ноги идти и держаться строгих, а стройные наги уж. Все же весна. Поздравляю, дожили. Воздух стал теплый и легок. Чернеет зимы логово. Чувства волнуются. Правили. Не раз их и уже правили. И говорили. Либо. А очень приятно влипнуть. Нечем другим холить. И занимать их холить. Но вот почему-то кажется, весна мне еще схажется. Весна мне еще аукнется. Всебладким теплом рук, лица. Его я уже почуял. Свободней живу, ночую. Придет, я скажу. Здравствуй, четырнадцатый мой прекрасный. А он побежит прочь. И бежать будет день, ночь. И за долы, за те дали, где вряд ли и вы бывали. Потом. А пока начало. Пока году лет мало. Пока, подмокая в лужах, весна по городу кружит. И я, высянос из смрада. Спасибо, говорю, и радуюсь. Спасибо. Следующее стихотворение. Называется «Путешествие». Это триптих в трех частях. И часть первая, картина первая, лирическая. Вокзал провинциальный. Мне в столицу держать знакомый путь из мест родных. Я по привычке вглядываюсь в лица, особо в лица девушек молодых. Из них одни лучатся добротой, другие томной грусти полны. Тревожной думой пленены порою. Милы, наивны, легки, озорны. Как ты богата, родина! Как ярок народов древних выпистанный лик! Наречие затихающих агарок сплавляет бытие в один язык. И вот в пути лица, лица, лица. Попутчики, приятно мне на вид. Заговорить уже душа стремится. Хотя судить по лицам не годится. Ведь важно то, что на сердце лежит. Картина вторая, лирическая. Картина вторая, залетная. Девушка, милая, что вы, что вы! Как вы злюбили вы этот хлам! Бьет металлическим и терновым ломом психическо-децепеловым группа заморская по ушам! Впрочем, не ново. Не ново, что я! Будем-то наш разговор продолжать. Слушал ли сам я когда-то такое? Слушайте! Вы мне, пан! То есть, не скрою, что на знакомство хотел я сказать. Так, за беседу и верстка летели, Время считало секунды слова. Что за мелодию флейта запели? В чувство туман кружит голова. Взглядом согретой, все во мне улело, В окнах блестела на солнце зима, Колокол в грудь бил задорно и смело, Гость родного заждался весьма. Картина третья. Точание. Но что было дальше? А вот что было. Я встретиться с нею опять захотел. И, может быть, дело закончить пиром, Заботы семейные взять в удел. Однако, все разрешилось раньше, она сказала. Прости, друг мой, но я занята. Что же, надо же дальше прощать. Береги себя телом и душой. Потом звонила, часа в два ночи, Просила, мог бы приехать к ней. Она бродила печально очень, Одна, в районе вокзала, отчая. Я отказал, отказал ей. Вот так все закончилось. Глупо, строго, наутро и впредь на звонки. Тишина сменила свой номер. Ведь стыдно ей Богу. Вот так все закончилось. Скоро весна. Здравствуйте. Проходите. Значит, в этом сборнике живет такой интересный персонаж. Его же зовут Дед Прохор. Это такой собирательный образ человека средних лет, может быть, даже больше. Человека доброго, наивного, стремящегося к справедливости, к социальной справедливости. Но в силу своего характера, сейчас попадая еще в какие-то переделки, передрянь его сейчас, я прочитаю, значит, к портрету Деда Прохора. Дед мой будет очень рад. Я везу ему в пакете. Не смотрите в него, дети, самогонный аппарат. Что теперь, бабу, не светит? Ничего хорошего. Правильный ответ. Наслаждений грошенных, мой любитель, Дед. Но сказать по совести, что для Деда нет радостнее повести, чем 100 грамм в обед. Или так. По совести, радостнее нет той печальной повести, чем 100 грамм в обед. Старость обезболивать начинаем с малого. Вводим внутриутробно, стерильно, противомикробно. Ждем реакции. Ага. Проявляются рога. Высшие модификации, водные профанации, собрались горации с ловом кулаком на защиту нации за большим столом, змеи цепит ужаленным яд на вокаин. Снится не в развалинах древний архаин. Да, был не промок, дед, умел бить в бою врага. Бить земля несет пока, взять бы чажу за рога до чужого пирога, чья охоча так рука, но уж одрехлел. Так чего, казалось, дли, сколько осталось, но несет обид река в рассуждение старика. И об этом, и о том, и своим, и тем достается за столом крепким, бранным помилом. Но, забудут об элло, обновят стакан вину, вздромнут. Чтобы все. Еще одно стихотворение из-за этого же цикла. Здесь нужно сказать небольшое предисторие. Я думаю, мы все помним те времена, когда к нам в Сараст приезжал Жарап Дебардье, и написание этого стихотворения относилось к тому времени. И, значит, там будет такое французское выражение «Ди муа, киск, эльси, эльфе». Что значит «Скажи мне, что он здесь делает». Запомнили? «Скажи мне, что он здесь делает». Это будет перевод. И еще. Значит, собрание, когда он приехал, проходило в театре оперы и балета. У нас в красивом здании, но за языки, и знаете, как его называют иногда? Театр Оперпожара. За его красный цвет. Вот так вот. Сейчас я прочитаю. Театр Оперпожара Собрал саранско-высший свет Встречать звезду кино Жарара. Ди муа, киск, эльси, эльфе. Бежит налогообложение? Неважно. Нам он очень мил. В знак высшего расположения Кжилплощади представлен был. Кое-кто недоуменно ропщик. Он сам богат. Но тут секрет. Есть у кого, получит больше. Отнимут у кого и нет. Это была первая часть философии. Вторая часть обращена к Путину. Тяжела нынче судьба у правителей. Уйма развелось у них от правителей. На покой, на эшафот. Это минимум. Хуже, если вспомнит рот в женской линии. Всяк мостак распряг куста. Понеслось же тут. И разедок, и раздак. Прямо страшный суд. В стародея горячит только Могорыч. Потому как старый Хрыще Владимир Ильич. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одно стихотворение из этого же цифра. Потомка. Трупный запах трубных вод. Это наш водопровод. А из вашего окна вся картина не видна. Если где-то дышит смрад, значит мухи полетят. Убивать возьмутся мух. Муха в суп кому-то плюх. Дело, в общем-то, не ново. Муха в супе. Что ж такого? Помню, в детстве на реке комаров пил в молоке. Делать было нечего. Коров пасти до вечера. Достучалось на полях работать до исхор в глазах. С десяти неполных лет. Справки, жаль, об этом нет. А теперь жизнь хоть куда. На столе всегда еда. Не дай Бог такой закон к возвращению тех времен. Но и при капитализме не видать вам светлой жизни. Дай вам Бог терпения, сил, мудрости, ума, любви. В чистоте придите рот и мозгу. Водопровод. Это были «Толовые колоссофии» Деда Порохора. А сейчас я хочу предоставить слово Сергею Колобанову, писателю, переводчику, издателю. С его помощью и его совету книга была издана именно в Омске, в издательстве Алмара. Пожалуйста. Меня зовут Сергей Голованов, я издатель. В этом проекте я Николаю посоветовал, как это лучше сделать. Потому что, как сказал известный инвестор Уоррен Баффет, в мире много возможностей, весь вопрос в ценах. То есть сейчас цены в книжном деле обычно отличаются в 10 раз. То есть если мы захотим сдать какую-нибудь книгу и разошлем письма всем печатникам, которые изгородятся, то разница в ценах может составить в 10 раз. То есть за одну и ту же книгу за один экземпляр с вас могут взять 100 рублей, другую за эту же книгу с вас возьмем 1000 рублей. И все будут правы. Поэтому я, как вы знаете, должен знать, где какие цены. И вот в случае с Николаем, потому что он человек экономически самостоятельный, ему оказалось лучше издать книгу в Омске, где просто меньше цены, где издательство делает полный цикл. То есть от рукописи до конечного метода они все делают сами. И мне хотелось бы рассказать, что поэзия – это прежде всего искусство устное. То есть все поэты, в первую очередь, они складывают стихи в уме, рассказывают, а так было изначально. Записывать книги стали значительно позже. Поэтому это очень хорошее было начало, когда, например, я пришел, я вначале прочитал книгу Николая, но когда Николай стал сам читать, это было совершенно другое восприятие. Потому что по-настоящему книгу стиху можно читать только кто-то, кто ее написал. То есть только от нами, понимаем, что он хочет сказать. И здесь основное исполнение книги предназначено для магазина. То есть то, что есть на обложке, очень удачное оформление. То есть когда мы смотрим на обложку, мы видим куда-то бегущего молодого человека, нам хочется бежать всем за ним. То есть он нас приглашает в этот фильм. И кроме того, на обратной странице здесь обложки дана биография Николая и его портрет. То есть для того, чтобы мы знаем, кто написал. Но кроме того, кроме таких вот магазинов обложек существует, например, я взял одну книгу Николая, вырезал вот эту обложку и сделал другой переплет. Подарочный. То есть это мой подарок на его дебютную книгу. Потому что самая главная книга автора – это дебютная. то, что он отвлекал в первую очередь. Ну и в Казырне я хотел бы сказать, что поэзия кажется далекой и высокой. Кажется, что она только для изморных. И в этом есть доля правды, что поэта – это предстоятель элиты. То есть их мало, да? Но на самом деле поэзия относится к нам следующим образом, что, по крайней мере, он мужчина должен написать как минимум одно стихотворение, потому что все женщины ждут от мужчин признания любви в стихах. Все, большое спасибо. Я тогда люблю эту другую подружку. Вот это. Ваши дебюты. Сейчас я с удовольствием приглашаю моих друзей, которые помогут мне в проведении вечера в стене стихов. Это Андрей Кузнецов и Родион Рахманов. Когда-то мы начинали вместе такой перегатив, как Small Band Saransk. И вот такой неожиданный оборот наше совместное творчество приобрело. Исполним его вместе из этих произведений, наверное, уже, которые называются «Я гуляю по ночному небу». Я гуляю по ночному небу Среди звезд задумчивых пасов Ищу зрелищ на земле и хлеба. Да не бойся, погуляй со мной. Мириады святотел на млечном Видишь, с густом яркий Там мой дом. Я люблю беседовать о вечном. Пробежимся хорошо вдвоем. Подвинись, друг! Карапут за нами Увязался из сердца в сон. Лает слонка, щелкает зубами И от радости хватать готов. Шар будет длинный, что летит по ветру, Оставляя в небе хвост комет Слышную на космос сантиметрия. Мамочи печаль, другим. Привет! И еще мы погуляем в этих далек, А когда нас позовут дела, тела, Мы вернемся чуть другими стали И чуть больше стала ты мила. Завтра снова будет день и вечер. Снова звезды свой подарят свет, Снова земли на оси планет Будут ждать в волнении нашей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Далее стихотворение называется В нашем мире две кривые жили-были. В нашем мире две кривые жили-были, Други, други, даже как мы, Други, даже как мы в нашем мире, Но в нашем мире две кривые жили-были. Дружбу межлинейную водили В точках перекрестных были рады На мгновение скрестить кривые взгляды И своей дорогой длинных формул Переменных всех значений вводимые Постигать математические нормы В сущности, которые едины, отправлялись Но однажды так случилось А длинутос думалось кому-то И кривая в круг переменилась И жизнь кривой сменилась очень круто День-день сквозь петь одно и то же Хруст поездочек перед носом Выложит мысли в траекторию забиты Точные значения орбиты И ни раз, ни два ее подруга Не узнавшую пролетала рядом Удивляясь вдохновению круга Повышал тут скорость на порядке Ну да ладно, стоит ли причуды Принимать всерьез во внимание Так душой крепила та кривая Отмечая странное старание круга Но однажды все-таки решилось То ли от дел привычных притомилось В разузнании, в чем дело Осторожно Господи, такое ли возможно Что подругу держит в значении Кто вовек ее в эту рутину Что за поздний к ней на помощь рикус И ударив ось со знанием минус Вгруг влилась и вышла За мгновенье Но у мира все свои законы Пользуйте, не проходите мимо Вот летят на уровне протонов Тве кривые, спаяны в еди Дорогие друзья Может быть у вас появятся какие-то вопросы Давайте мы будем так Чтобы у кого-то принялся вопрос Поднимать руку И свободно их можно задавать Для того, чтобы наши события Были более домашними Может что-то у вас Есть что спросить А мы пока сыграем Следующую композицию Давайте надо Давай прощаться Давай прощаться Она сказала Давай прощаться Верю в Литва Зачем надежда ты ввысь Членала С таких высот у вас Шансов мало Но крылья сложены В взгляд кровав Я смотрю в голубое небо Глаза цикория по селькам Летит история этого неба О Господи Чуды теперь вот небы Но я не знаю Чем я это знаю И я давлю из себя улыбку Поверить К лучшему все идет Хвостом плетнула вторая рыбка Ошибка ставьте Одна ошибка Вот Ловит в небо Лишь будет уход Субтитры создавал DimaTorzok А теперь я хочу предоставить слово Демину Василию Ивановичу Преподавателю Мордовского государства университета Профессору литературы и веду Василий Иванович на втором курсе У нас предмет Резинской литературы Чему я очень рад Пожалуйста Спасибо Спасибо Я вообще-то сегодня хотел Девочек Заслужить у меня Такую талантливую Мальчику Такого Мальчика Что бы он Раду решил Что бы его Хвалил И он действительно Заслужил Он действительно Талантливый Мальчик Впрочем Я иногда и сам себя Называю мальчиком Когда захожу В журнал «Сядка» Говорю Мальчик Рябова Здесь сидит И улыбается Всегда Чего Улыбается Вот когда Шел сюда Я Стал перелистывать И Будем Искать Руковисные стихи Мы с ним Давно Связь поддерживаем Не только Потому что Он студент у меня Когда уже здесь Почти он уже Не учится Вот Он иногда Присылает мне О электронке Свои стихи Свои мысли Свои размышления И вот Наткнулся сегодня На Ильфа Петрова Книгу Ну 12 стульев Знаете Помните Помните Когда Ипполит Матвеевич С Бендером Поехали На пароходе Скрягина По Волке И когда Бендера Завел Ипполита Матвеевича На корабле И За уход с театра Удивился Это Ваш мальчик Ну Вендер Сразу Нашелся Мальчик Разве Плох Ну и вот И сразу Дальше Продолжила Если кто Считает Что это Девочка Пусть первой Меня кинет Камень Но это Для разрядки А в Колево Камень Нельзя кидать Потому что Это действительно Талантливый Парень Талантливый Поэт Прекрасный Душина Человек Я не говорю Просто Как преподаватели Конечно У нас У каждого преподавателя Есть Свои студенты Хорошие Плохие Бывших Не бывает Они все Наши Они остаются Кто Подольше Кто Поменьше Но Есть такие Действительно Талантливые Студенты Которые С тобой Будут На всю жизнь Вот я На скидку Могу назвать Вот Юта Ряб Сидит Наша Вот Поколения Полгорного Нет Продолжение следует Продолжение следует...